Еще один выставочный проект, теперь уже из столицы, на днях откроется в Новосибирском государственном художественном музее. Это выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия. Результаты исследования мумий и памятников древнеегипетского искусства из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина». Эта выставка проходит в рамках национального проекта «Культура». «Наш художественный музей, учреждение культуры, которое в последнее время радует нас яркими, интересными проектами, представляя не только свои музейные экспозиции, свои сокровища, которые хранятся в фондах, но еще благодаря национальному проекту «Культура» новосибирская публика, новосибирские зрители получают возможность открыть для себя яркие моменты, яркие культурные события». В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина хранится крупнейшее собрание древнеегипетских артефактов. Это одна из ценнейших коллекций столичных музеев. «Это выставка, которая объединяет в себе подлинные древнеегипетские экспонаты и мультимедийные технологии, потому что центральное место в экспозиции займут 3D-реконструкции облика древних египтян». Такая современная технологическая экспозиция – это совместный труд Пушкинского музея и Института имени Курчатова, в котором исследовали артефакты с помощью компьютерной томографии. «Ученым удалось увидеть мумии как бы изнутри. Они проникли сквозь пеленание, не разрушив его. Таким образом, мы можем сейчас представить действительно, как выглядели жители давно исчезнувшей цивилизации долины Нила». Древний Египет – это цивилизация, которая хранит еще много нераскрытых тайн. Бывает так, что новые находки порождают появление еще большего количества загадок. Но все-таки теперь ученым известно очень много о том, как жили египтяне и как представляли себе загробный мир. «Выставка посвящена, пожалуй, самой популярной теме, связанной с Древним Египтом. Это зупокойный культ, про то, как он складывался, какой у него смысл, какие вещи египтяне использовали для того, чтобы душа Маат, согласно порядку Маат, душа египтянина могла существовать вечно». Таким образом, можно пошутить, что летний климат в художественном музее будет резко континентальным – от прохладных пейзажей Архипа Куинджи к жарким пескам Египта. Выставки все очень разные, но одинаково интересные.